Рыбы из семейства лососевых всем хороши, да только суховаты. Предлагаю вашему вниманию простой рецепт горбуши, запеченной с картофелем. Рыбка получается такой нежной и сочной, что вы ахнете. Самое интересное, что это блюдо можно приготовить как с копченой, так и со свежей горбушей. Стоит ли говорить, что вкус получается совершенно разный, с копченой, более пикантной, со свежей, более нежной, даже не знаю, какой лучше. Другие лососевые тоже могут быть использованы в рецепте приготовления горбуши, запеченной с картофелем. Но горбуши чаще бывают в наших магазинах, доступнее по цене, поэтому я обычно использую именно ее. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Филе копченой горбуши нарезать на тонкие лепестки. Нарезать лук, иногда я сильно измельчаю его, из-за детворы, иногда, режу довольно крупными полукольцами или перьями. Вымыть и очистить картофель. И нарезать его на тонкие кружочки. Жду ваших лайков и комментариев. Сыр трем на крупной терке. В смазанную маслом форму укладываем все ингредиенты слоями. Первый слой – картофель. Последний – сыр. Каждый ингредиент должен использоваться в 2-3 слоя. Заливаем смесью молока и сливок, подсоленной, с добавлением перца и мускатного ореха. Запекаем в разогретой до 180-200 из духовки примерно час. Первые полчаса можно запекать под фольгой, а потом снять ее, чтобы образовалась румяная корочка. Вот такая. Готовое блюдо раскладываем лопаткой по тарелкам, поливаем сливочным соусом, скопившимся на дне формы, и немедленно подаем на стол. Жду ваших лайков и комментариев. Вот из чего готовим блюдо. Филе горбуши – 250 грамм. Картофель – 5-6 штук. Лук репчатый – 1-2 штук. Сливки жирные – 0,5 стакана. Молоко – 1,5 стакана. Сыр твердый – 300 грамм. Масло растительное – по вкусу, для смазывания формы. Перец душевистый молотый – по вкусу. Мускатный орех – по вкусу. Количество порций – 4-6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Заходите в гости.